Привет! Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside 5. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 13 мая, понедельник. История первая. Сергей Шойгу снят с должности министра обороны. Вместо него Владимир Путин предложил на этот пост Андрея Белоусова. Он ранее работал первым вице-премьером. Путин также уволил с поста секретаря Совбеза Николая Патрушева в связи с переходом на другую работу. Его место и займет Сергей Шойгу. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил решение Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника необходимостью внедрения инноваций. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента. И второе. Это сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций. И поэтому, естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы в Министерстве обороны возглавил гражданский человек. Сергея Лаврова Путин предложил сохранить на посту главы МИДа. Александра Бортникова оставить главой ФСБ. Бориса Ковальчука, сына друга Путина Юрия Ковальчука, назначить на должность главы счетной палаты. Сын Патрушева, Дмитрий Патрушев, стал первым вице-премьером. Кандидатуру силовиков предлагает президент. Их согласовывает Совет Федерации. Добавлю, Сергей Шойгу считается близким к Путину. Они вместе охотились и отдыхали на природе. На посту главы Минобороны Шойгу подвергался критике среди провластных активистов и зэдблогеров за неудачи российской армии в ходе вторжения в Украину. Ранее был арестован заместитель Шойгу Тимур Иванов. Его обвиняют в получении взятки в размере миллиарда рублей. Андрей Белоусов курировал экономический блок в правительстве. Известен как сторонник активного вмешательства государства в экономику. Последовательно выступал за импортозамещение и опору на внутренний спрос. Также известен инициативами по назначению дополнительных отчислений в бюджет со сверхдоходов крупного бизнеса. Поддержал аннексию Крыма. После вторжения России в Украину попал под западные санкции. История вторая. Минобороны заявила, что дом получил повреждения из-за попадания фрагментов сбитой украинской ракеты «Точка-У». Азетканалы сообщили, что при атаке использовалась управляемая авиабомба. Причем били якобы по ТЭЦ, которая находилась рядом. В Центре противодействия дезинформации при СНБУ Украины взрыв в Белгороде назвали провокацией, устроенной Москвой с целью оправдать удары по жилым домам в Украине. История третья. В Харьковской области идут ожесточенные бои. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Словам президента Украины, есть села, которые фактически превратились из серой зоны в зону боевых действий. Оборонительные бои идут на значительной части приграничья. А своими действиями под Харьковом Москва пытается рассредоточить украинские силы и подорвать их моральный дух, заявил Зеленский. Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил о существенном обострении обстановки в Харьковской области. По его словам, российские военные активно атакуют на нескольких направлениях. В ГУР сообщили, что власти заранее знали о планах Москвы. Там заявили, что российские войска несут большие потери. Обстрелы российскими войсками Волчанска и ряда других территорий Харьковской области резко усилились 10 мая. В тот же день российские военные начали наступление, перейдя границу на ряде участков. В Минобороны России утверждают, что захватили несколько сел. История четвертая. Суд в Петербурге арестовал Рахматшоха Курбонова, водителя автобуса, который 10 мая упал в реку. Курбонова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Водитель свою вину признал и заявил, что у автобуса, которым он управлял, были неисправные тормоза. В тот же день на Курбонова завели второе уголовное дело о фиктивной постановке иностранных граждан на учет. В результате аварии рейсового автобуса в центре Санкт-Петербурга семеро пассажиров погибли. На видеозаписи с места происшествия видно, как автобус, делая правый поворот, выехал на встречную полосу, протаранил легковой автомобиль, пробил ограждение, упал в реку и затонул. История пятая. В Тбилиси тысячи людей вновь вышли к зданию парламента Грузии. Участники акции против закона об иностранном влиянии намерены не пустить депутатов в здание. 1 мая парламент принял во втором чтении законопроект об иноагентах, что спровоцировало новую волну многотысячных протестов. Силовики применяли против митингующих газовые гранаты, водометы, слезоточивый и перцовый газ, а также резиновые пули. В субботу в Тбилиси прошла самая массовая акция против принятия закона. Нашествие и митинг собралось до 200 тысяч человек. Голосование по законопроекту в третьем окончательном чтении запланировано на понедельник. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside 5.